Либо я тебе говорю, переходим? Пошли, если приходим. Сейчас мы в центре находимся. Жирновская мама говорит, нужно купить копчёные ребрышки. Что-то папа заказал у нас гороховый суп. А я говорю, мам, гороховый суп очень вкусно получается с копчёными ребрышками. Сейчас мы забрали посылку. Две даже тяжёлые такие посылки. Я сразу сделала заказ на 50 баллов, чтобы, как говорится, отстреляться. Не думать потом, что делать, чем добивать. Мясокомбинат у них. Великолукский, по-моему. Здесь церквушку, которую я вам показывала. Мы были все лучшие дети. Мы, как обычно, бегом-бегом. Слушай, это тоже каких-то Великолупских лёгок? Сербская. Сербская. Какой же это Великолупских лёгок? Мясокомбинат. Где? Рёбрышки. Вот эти, да? Сербская. Ну, наверное, больше я ничего не знаю. Это за 109, это за что? За килограмм? Наверное. Недорого. А почему так недорого? Понять. А они копчёные? БК, а что это такое? Варёно-копчёные, наверное. Сейчас возьму. Что там у нас? Замелители молочного жира. Это вот сыр копчёный. И чаще всего там заменители молочного жира кладут. Нет ничего натурального. Ну, в смысле, есть, но его искать надо. Считать тщательные составы. А вот эти ребрышки, они что, копчёные или какие? Прям копчёные? Они варёные. Помните, я вам показывала, вот этот вход был открыт. Сейчас залепливают это всё дело кирпичами. Ходят делать, как я поняла, закрытую, ну, они мне в прошлый раз сказали, закрытую террасу кафе. Вот, а сейчас мы зашли в магазин. Это вообще, это моё, это просто рай какой-то. Я говорю, сейчас для детей, вот творчеством занимаюсь. Блин, столько разнообразных товаров есть, чего только нет. У нас нету хорошей точилки. Вот я сегодня попыталась поточить карандаш мамкиной. Вот, он у меня весь покрошился, а головка, короче, вот я с вами басточилочку взяла. Ну, понятно. И текстовый, смотри, какая красота у меня. Ну, их они необычно не пользуются. Почему не пользуются? А, они ломают сердечки. О, не ломают. Вот наоборот, которые плохо тачат, они ломают. Вот. Ну, батя у нас, как всегда. Мистер Позитивчик, открой мне, пожалуйста. Поухаживайте за дамой. Ой, ухаживайте за дамой. Сейчас, батя, нам фикс прайс. Пока, подожди, не торопись. Сейчас рыбанет когти. Не успеешь дверь закрыть, он уже трогается. Вот, значит, смотрите, там было много разных точилок. Сейчас для детей чего только нету. И резиночки в форме пирожных, ну, которым стирать. Вот, я взяла вот такое вот. Вот, сегодня пыталась полотачить карандаш. И получилось так, что у меня стержень сломался. Потому что она вообще не точит, крошится само деревом. Вот. И поэтому вот решила взять такую. Она двойная. Сверху у нас для мелких карандашей, для более крупных. И вот эта вот часть, она снимается. Поп, снимем ее. Чего? Вот эта часть. Да, часть снимается. И вот здесь вот контейнер для мусора. Очень удобная. И текстоводелитель себе взяла, потому что я читаю разные книги. И я, как правило, что-либо имя выделяю. Вот. Нет у меня здесь родителей. Чтобы был. Сумма нашей покупки составила 89 рублей. Вот точилка стоила, ну, для интереса, может, кто-то в других городах проживает, будет переводить там на доллары. Значит, точилка у нас стоит 45 рублей, текстоводелитель 44 рублей. Все? Все? Да. Мы еще колбаски купили вкусненькую. Что-то есть, так уже хочу, мам. Не знаю, колбаски. Вот. А, еще хотела я вам что показать. Поберли то, что я взяла. Основное видео буду вам снимать потом. А сейчас просто вам кусочек такой. Это лаки для ногтей. Я хотя делаю гель-лак, как вы знаете. Вот. Но здесь у меня нет возможности сделать ногти. И посмотрите, в каком они убитом уже состоянии. Вот. Вот это вот надо сточить перекод. У меня здесь есть пилочка фаберличная. И просто сверху нанесу в несколько слоев баком. И я думаю, я все равно это немножко заделаю. Вот. Ну, и для ногтей я педикюр никогда гель-лаком не делаю. Поэтому мне как раз пригодится такой вот ягодный яркий оттенки. Сочные такие цвета. Очень-очень красивые. Даже не знаю, как вам так показать, чтобы вам было видно. То есть мы в какую-то тень переместимся. Вот такой вот нежно-розовый. Нежно-розовый. Это такой яркий. Здесь клубничный, смородиновый, насколько я помню. Малиновый, барбарисовый. И два других. Ну, они все яркие. Можно подумать, что они даже друг на дружку какие-то похожи. Ну, такие ягодные, яркие. Именно летние оттенки. Вот для ногтей на ногах. У меня будет и за рулем ученик. Девушка там обучается. Сидит. Такие хорошие, красивые оттенки. Я ставлю здесь, чтобы родители были. Я не буду их возить сюда, в Саратов. У меня там, в принципе, яркие тоже есть для педикюра. А так я гель-лак все равно делаю. Так, давай. Колбасы купили, колбасятины. Видите, мы ее уже подгрызаем немножечко. Потому что я, например, кушать хочу. Я завтракала только то, что я вам показывала. Вчера. К вкусненькому. Ты что намного вкусненько? Еще и... Салфетку накладели. Кучилку купили, салфетку. Вкусненькое что-то ты купила уже или нет? Бананы, сын купили. Бананы и что-то вкусненькое. Можно вон магнит сейчас сходить? Ну, давай сходим в магнит. Сначала фикс прайс идем. Маска у тебя есть в сумке? Мась, творожок твой любимый, зай. Творожок, он, смотри, ты чего его не ешь. Боишься этого вхуднуть? Творожочек, смотри. Масяня, творожочек. Он что-то же не ест. Это, наверное, отдает. Не ест. Капитошка отдает маленькому. Ой, тут, смотрите, пчела, что ли. Пчела, похоже. Об руку мою. Девчонки гладятся. Ой, господи. Ой, господи, как это тут отсюда можно не любить, а? Ой, они же такие вообще просто невероятные. Невероятные просто котецки. И сябатички. Слушай, он даже не отбирает у него почему-то. Да. А почему? Не знаю, мы здесь, он боится, вот, вот и сам он подошел. А они сейчас и вдвоем будут ищутся, по-моему. Так, мы, значит, приехали, наконец-таки. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Если честно, когда едешь, столько денег тратишь за один раз. Прям у меня, знаете, есть такая, как бы, цель попробовать, считать, завести программу, посчитать все расходы, туда включать. Ну, например, ты не после каждой покупки записываешь, а в течение дня собираешь чеки и потом фиксируешь, там, на продукты, там, на это, на это, на это заплатила. Хотя бы, знаете, какая статья расходов у тебя что больше занимает. Но, опять же, здесь у родителей одно, когда я приеду, там мне вообще совершенно все будет по-другому. Вот, что мы купили? А, либо вообще, я говорю, мама, так вот не ездить две недели или месяц вообще в магазин. Говорит, мы так и делаем. То есть, говорит, бывает такое, что мы месяц сидим вообще в магазин и едим только то, что у нас есть. Вот. Мы купили... Почему как-то отсвечивает? Мы купили ребрышки на суп. А давай кручим свет. Господи, не хватает чего-то. Ребрышки на суп мы купили. Мотолышку. Не знаю, для чего мы 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 толышку взяли. Мотолышку. В очень вкусный сыр белорусские, белорусские сыры или белорусские продукты, вот мы туда ездим, заезжаем. Мы еще купили белорусскую колбасу, как в детстве, или что, как там она называлась? Как раньше. Как раньше. Но, если честно, вот ту колбасу, которую я беру в красном октябре, по-моему, в красный октябрь, колбаса из мяса, она вообще намного лучше. У нее плотное мясо, но очень-очень вкусное. Ни в какое сравнение белорусский почему-то не идет. Вот. Потом бананчик взяли, мне на коктейльчик, так родители едят. Вот такие конфеты взяла. Если честно, давно о них мечтала, скажем так, давно положила на них глаз. Но так получалось, что я их не брала. По каким-то причинам. И вот, наконец-то, он был со скидкой. Вот эта коробочка маленькая, сто 159 рублей. Решила взять. Это конфеты для взрослых со вкусом гранбрия. Я не знаю, что это такое. Оригинальное. И лимон лайм. Взяли баночку оливок. Вот эта фирма неплохая такая. Берека. Потом я уже пятерочки купила. Риетт. Его, кстати, можно и самим делать. Состав у него такой, что можно почитать и самостоятельно сделать. Вот. Ну, решила взять каждому по три баночки. Маме, папе и мне. Чтобы у каждого была своя банка. И чтобы каждый ел столько, сколько он хочет. Хочет съедает за раз. Хочет съедает, там, я не знаю. Те растягивают на неделю. Вот. Но чтобы не было драки. Ой, ты меня не оставила. Ой, ты больше съел. Ну, короче. Вообще, три банки взяла. То есть у каждого своя банка будет. Сербская брынза. Я тоже постоянно ее часто беру. Ну, по акции была. Ну, скидка какая-то так себе. 137 рублей стоила. Ну, я часто ее ем с помидорками и с оливками. Я вообще, по идее, могу. Летом я у себя дома в Саратове сижу на оливках, на помидорах. И вот на таком сыре. Ну, самое лучшее вот из всех тех, что я пробовала. Сербская брынза. Вот такой вот шоколад периодически беру. Россия щедрая душа. Он сверху покрыт молочным шоколадом. Внутри белый пористый. Вкусный, сладкий шоколад. Вот именно к чаю. И он, когда по акциям по 39 рублей вот был, я его решила взять. У него составы тоже неплохие. Если не поменяли они, конечно же. Это кто их знает. Молочный жир. Что за молочный жир? Ну, состав вот неплохой у них. Съедобный. Поэтому, собственно говоря, и беру я. А мама взяла шоколадки. Конфетки Джек. Вафельные. И мы взяли еще вот такие конфетки из детства. Они называются. Или любимые конфеты. Любимые из детства, да. Здесь ассорти конфеты. Я, собственно, поэтому их и взяла. Упаковка стоит 99 рублей. Здесь косолапый Мишка, красная шапочка и Аленка. Три вида конфет. Как я поняла. Вот. И сумма покупки составила. Им только в магните. Это вот 672 рубля. Для кого-то интересно. Если будете, потому что меня из других стран смотрят. Посмотрите, какие у нас цены. Все в рублях. Вот. И это у нас отдельно. То есть вот это вот я в пятерочке была ворала. Рит с горбушей. Это у нас белорусские колбасы. С магнита это вот это. Вот это вот это. Вот это вот это. Вот это. Вот кошка лавка. Все, что ли? Чуть вроде бы список такой. Ну да. Бринь звучит человек. Бринь, любимый из детства, берега России. Бринь, да. Продолжаем.